Готовлю дрожжевое постное тесто с использованием активных дрожжей. Дрожжи высыпаю в емкость. Добавляю чайную ложку сахара. И 50 миллилитров теплой воды. Размешиваю. Накрываю салфеткой и жду, когда они активируются. Шапочка у дрожжей поднялась менее чем через 5 минут. Я их хорошо перемешиваю перед тем, как вливать в муку. Мука у меня состоит из пшеничной высшего сорта и цельнозерновой. Также буду добавлять масло подсолнечное. Начинаю замешивать тесто. В муку также добавила соль. Сейчас вливаю дрожжи. Добавляю воду. Подсолнечное масло. И хорошенько вымешиваю. Вымешивать дальше буду руками до эластичности. Начинка будет картофельно-луковая. Тесто обминала два раза. Оно уже подошло. Можно спряпать. Раскатанное тесто сбрызнула растительным маслом. Выложила измельченный лук. А сейчас выкладываю слайсы из сырого картофеля. Который подсолила. Поперчила. Добавила любимых специй. Выкладываю в один слой. Сверху буду накрывать. Также тесто. Начинку сбрызнула растительным маслом. Чтобы влага испарялась. Делаю надрезы по площади всего будущего пирога. Растойка будет 15 минут. И затем можно отправлять в духовку. Картофельно-луковый пирог выпекался 40 минут. При температуре 180 градусов. Очень ароматный и вкусный. Это проверено временем. Второй постный пирог. Это перевертыш яблочно-клюквенный. На смазанную растительным маслом форму рассыпаю сахар. Распределяю яблочное пюре. Начинку накрываю дрожжевым тестом. Начинку накрыла тесто. И подвернула тесто под бортики. Сейчас можно отправлять для запекания. Сладкий пирог еще шкварчит. Сейчас немного подожду и буду переворачивать. Это самый интересный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова